Привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить профитроли. Берем 100 грамм сливочного масла, кладем в кастрюлю или в сотейник, добавляем щепотку соли, 250 миллилитров воды и доводим до кипения. Как только закипело, мы добавляем 150 грамм муки. Я в муку добавила еще 3 грамма разрыхлителя на всякий случай. И мешаем, тщательно мешаем, чтобы не было комочков. Вот у нас такое однородное тесто получается. Плитку выключаем и остужаем тесто. Тесто остудили, чтобы яйца не сварились. Теперь добавляем по одному яйцу и перемешиваем до однородности. Если вам неудобно вручную мешать, можете ручной миксер включить. Самое главное, нам нужно перемешать до однородности. Вот такое тесто у нас получается. Перекладываем тесто в кондитерский мешок или в пакет. И отсаживаем на пергамент. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 50 минут. Духовку нельзя открывать. Профитроли должны подняться. Для крема берем 150 грамм сахара, 2 столовые ложки крахмала, у меня кукурузный, пакетик ванильного сахара, 500 миллилитров молока, жирность молока 3,2%. Добавляем 2 яйца и варим до загустения. Крем загустел. Выключили плитку. И теперь мы добавляем 100 грамм сливочного масла. И тщательно перемешаем. Теперь крем остужаем. Крем остыл. Мы закрываем пакетиком. И отправляем в холодильник до полного остывания. Вы посмотрите, какие красивые профитроли получились. Румяные. Изумительные. Вот я показываю вам на среде. Замечательно получились. Вот на среде они получились. Берем кондитерский мешок и заполняем кремом. Берем профитроли и заполняем кремом. Профитроли можно заполнить шоколадным кремом, заварным, кремом чиз. Что вам конкретно нравится? Профитроли можно начинять любыми начинками. Как сладкими, так и солеными. По этому рецепту профитроли получится у каждого. Друзья, готовьте профитроли. На праздничном столе с разными начинками они удивят ваших гостей. Радуйте своих близких. Готовьте с удовольствием.